Весной, когда сходит снег и температура стремится вверх, возобновляется борьба владельцев домашних животных с клещами. Об этом не понаслышке знает и хозяйка пса по кличке Джек Елена Серова. Беда в том, что у нас очень много клещей в нашей полосе и по 10-15 штук за одну прогулку с живота снимаем. Иногда вот в ухо куда-нибудь заползет, несмотря на то, что у него короткая шерсть и легко это в принципе замечается, но они настолько мелкие бывают и вот где-нибудь на черной шерсти плохо их видно. Короткошерстные собаки, такие как Джек, с большей вероятностью могут подцепить клеща. На них паразиты быстро находят место для присасывания. Однако хозяйка не боится этих опасных насекомых, ведь ее питомец прошел правильную обработку. На данный момент существует огромнейший спектр препаратов. Это ошейники, это капли на охолку, это таблетки внутрь, именно которые действуют против уксодовых клещей. Укусы клеща очень опасны для наших питомцев, потому что если запустить этот процесс, то может быть летальный исход. Поэтому как только солнышко начинает перебивать, лучше всего профилактировать. В начале апреля, когда на улице устанавливается погода около 5 градусов и выше, эти кровосущие насекомые просыпаются после зимней спячки. Подбирать защиту от клещей лучше вместе с ветеринаром. Тем более, если предстоит обрабатывать собаку впервые. Татьяна Горностаева, Максим Силаев, Первом и Тищенский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!